Палата лордов. Верхняя палата парламента Великобритании. История. Палата лордов возникла в XIV веке и на тот момент состояла исключительно из крупных феодалов-пэров, титулы которых изначально могли передаваться только по наследству, но свое название она получила лишь в 1544 году, когда уже имела значительно больше власти, чем избираемая палата общин. В 1649 Верхняя палата была упразднена революционным правительством, пришедшим к власти в период английской гражданской войны, но восстановлена в 1660 году. Начиная с XIX века полномочия Верхней палаты постепенно ограничивались и в настоящее время она слабее, чем избираемая часть реформы XXX XXI века. В XX веке был проведен ряд реформ, направленных на демократизацию, повышение легитимности палаты лордов и укрепление ее взаимоотношений с правительством. Так, акт о парламенте 1911 года существенно ослабил роль палаты, заменив ее абсолютное вето в отношении решений палаты общин отлагательным. Акт 1958 года произвел двойную реформу, учредил Институт пожизненного пэрства и расширил тем самым состав палаты, включив в нее новую категорию лордов пожизненных пэров, среди которых могли быть и пэрессы, что впервые сделало возможным членство женщин в палате. Акт о пэрах 1963 года распространил право женщин быть членами палаты лордов на наследственных пэров. Акт о палате лордов, принятый в 1999 году наоборот, значительно сократил численность палаты, лишив права членства в ней большинство наследственных пэров. После проведенной реорганизации в палате осталось только 674 члена, причем лишь 92 из них являются наследственными. В 2005 году был принят акт о конституционной реформе, лишившей верхнюю палату судебных полномочий и учредившей выборную должность лорда спикера. Организация деятельности Состав британское парламентское право не накладывает каких-либо ограничений на численный состав верхней палаты. В настоящее время палата лордов насчитывает 821 члена и включает лордов духовных и светских. Лорды духовные Лорды духовные представлены духовенством Англиканской Церкви. В настоящее время палата насчитывает 26 духовных лордов. Среди них пять важнейших прилатов в Церкви – архиепископ Кентерберийский, архиепископ Йоркский, епископ Лондона, епископ Дарима и епископ Винчастерский, а также 19 децезианских епископов. Церковь Шотландии не представлена духовными лордами. Будучи пресвятерианской, она не предполагает архиепископов и епископов. Церковь Ирландии была представлена в Палате лордов с 1801 года, после того, как Ирландия вошла в состав Соединенного Королевства. Из иерархов Ирландской церкви могли заседать четверо, ратируя своих представителей в конце каждой парламентской сессии. Церковь Ирландии, однако, потеряла статус государственной в 1871 году. Аналогичная ситуация сложилась в отношении церкви Уэльса, переставшей существовать в 1920 году. Таким образом, в настоящее время духовные лорды представляют только англиканскую церковь. Ранее духовные лорды составляли большинство в Палате лордов. С 1539 года в результате распуска монастырей в состав палаты входили только архиепископы и епископы. В 1642 году в период английской гражданской войны духовные лорды были полностью исключены, но возвращены в соответствии с актом о церкви 1661 года. Многие духовные лорды были исключены по Манчестерскому акту о епископате 1847 и позднейшим актом. Лорды светские. Светские лорды образуют самую многочисленную группу в Палате со времен распуска монастырей. Среди них различают наследственных и пожизненных пэров. До реформы 1999 года все светские лорды, их насчитывалось порядка 700 человек, были, за некоторым исключением, наследственными пэрами по праву рождения и носили титулы графа, маркиза, герцога, виконта или барона. Акт о Палате лордов 1999 года установил, что отныне наследственные пэры должны избираться и сократил их число до 92 человек. Из них два пэра осталось в виду наследуемых церемониальных должностей. 15 выбираются всей Палатой, остальные 75 политическими партиями, членами которых они являются. При этом число избираемых партий пэров отражает количество занимаемых ей парламентских мест. Крупнейшей группой светских лордов и всей Палатой в целом являются пожизненные пэры. Согласно акту о пожизненных пэрах 1958 года пожизненное пэрство в ранге барона присваивается монархам по представлению премьер-министра за выдающиеся заслуги перед государством и без права передачи титула по наследству. Такой титул получают, как правило, премьер-министры, спикеры и депутаты Палаты общин после отставки, а также дипломаты, выдающиеся политические и общественные деятели. Отдельную группу в Верхней Палате составляют независимые или беспартийные пэры, которые избираются комиссией по назначениям в Палаты лордов, учрежденные с этой целью в 2000 году. Среди независимых членов Палаты есть как пожизненные, так и наследственные пэры. До 2005 года в Палату лордов входили так называемые судебные лорды или лорда-юристы, назначаемые монархом по представлению премьер-министра для осуществления судебных полномочий в связи с тем, что Палата лордов играла роль высшей апелляционной инстанции. Актом о конституционной реформе 2005 года, вступившем в силу лишь в 2009 году, был учрежден Верховный суд, состоящий из 12 судей, на который отныне возлагалась эта функция и первыми судьями были назначены действующие судебные лорды. Требования к кандидатам нельзя заседать в Палате лордов лицам младше 21 года, а также не являющимся гражданами Содружества или Ирландии. Раньше ограничения касательно гражданства были строже. По акту о престоле наследия 1701 года и до вступления в силу акта о британском гражданстве 1948 года, лордами могли стать только лица, родившиеся в собственно Соединенном Королевстве. Также на членство налагаются ограничения, связанные с банкротством. Лицо не может заседать в Верхней Палате, если указано в ордере ограничений по банкротству или если это лицо осужденный банкрот. Или если его поместье секвестировано. Финальное ограничение, если лицо признано виновным в государственной измене и полностью не искупило вину. За исключением получения виновным лицом полной амнистии, следует заметить, что отбывающий срок по прочим статьям не дисквалифицирован. Дополнительные требования применялись к судебным лордам. Они не могли занимать свое место, если не посещали высшее судебное учреждение два года или не практиковали, как барлистер в течение 15 лет. Термин «высшее судебное учреждение» включает в себя апелляционный суд Англии и Уэльса или Сессионный суд или апелляционный суд Северной Ирландии. Раньше женщины не могли заседать в палате лордов, даже если они были по праву пэрами. Только с 1958 допустили женщин по закону о пожизненном пэрстве. Наследуемые пэресы, однако, продолжали исключаться до закона о пэрстве 1963. После принятия закона о палате лордов в 1999, наследуемые пэресы смогли проходить в Верхнюю палату. Все женщины палаты лордов, светские леди, англиканская церковь позволила рукоположение женщин-епископов лишь в 2014 году. Структура «Должностные лица» лорд-спикер Должность лорда-спикера была задумана в 2003 году после принятия решения о разделении обязанностей лорда-канцлера. Специальный комитет палаты лордов изучил вопрос о новой должности председателя палаты, включая и вопрос о ее наименовании. По рекомендации комитета должность получила название «лорд-спикер», в том числе и потому, что данное название уже использовалось ранее в регламентах и справочниках. Лорд-спикер палаты лордов избирается членами палаты и должен быть политически беспристрастным до июля 2006 года. Роль председателя палаты лордов осуществлял лорд-канцлер. Согласно актуальной конституционной реформе 2005 года позиция спикера палаты лордов стала отдельной должностью, позволяя тем самым занять эту должность кому-то другому кроме лорда-канцлера. Лорд-канцлер продолжал исполнять обязанности спикера палаты лордов в переходный период с момента принятия закона и до вступления закона в силу. Первым лордом-спикером была баронесса Хэллион Валерий Хэмман. Текущий лорд-спикер баронесса Фрэнсис Цоуза вступила в должность 1 сентября 2011 года. Лидер комитета в палате постоянно действует специализированные комитеты. На сегодняшний день их пять политические партии. В настоящее время политическая структура палаты лордов выглядит следующим образом. Полномочия, законодательный процесс, законодательная власть лордов существенно уступает возможностям палаты общин. Согласно законам о парламенте 1911 года, право лордов отвергать биль, прошедшей палату общин, было существенно ограничено. Некоторые типы били могут быть представлены на королевское утверждение без согласия палаты лордов. Палата лордов не может задержать денежный биль больше, чем на один месяц. Другие публичные били нельзя задержать больше, чем две парламентские ассамблеи или один календарный год. Это касается только публичных били, пришедших из палаты общин и не имеет силы продолжить срок парламента дольше пяти лет. По традиции установившейся ранее законов о парламенте, палата лордов также воздерживается от финансовых билий. Палата лордов не может инициировать биль, касающийся налогов или поставок, или исправлять биль, касающийся налогообложения, или положения или билия доверий. Кроме того, лорды не имеют возможности противодействовать законодательным инициативам победившей на выборах партии. Конституционное соглашение, известное как Солсбери Конвеншн, определяет, что палата лордов не пытается опонировать законом, внесенным в исполнение предвыборного манифеста текущего кабинета, который традиционно формируется партией или коалицией, имеющей большинство в палате общин судебной функции. Судебные функции палаты лордов происходят от древней роли Керри Реджеска Каргана, который рассматривал петиции по теме короля. Юрисдикция палаты лордов включает в гражданских и уголовных делах апелляцию судов Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Для Шотландии апелляции возможны только в гражданских делах. Шотландский высший уголовный суд является Верховным судом по уголовным делам. Палата лордов не является единственной последней инстанцией Великобритании, в некоторых случаях эти функции выполняет судебный комитет Тайного Совета. Однако юрисдикция Тайного Совета Великобритании уже, чем у палаты лордов, он рассматривает апелляции церковных и морских судов. Разделение полномочий импичмент согласно House of Commons Disqualification Act 1975 и некоторые меньшие дела, со принятием акта об апелляционной юрисдикции 1876 года судебной функции выполнялись не полной палатой, а специально назначаемой монархом группой из 12 штатных лордов по апелляциям или лордов-законников, пожизненных пэров с юридическим опытом, коллективно называемых апелляционный комитет палаты лордов. Лорды-законники не обязаны заседать в полном составе. С Второй мировой войны для каждого рассматриваемого дела формировался отдельный апелляционный комитет, который обычно состоит из пяти членов, выбираемых старшим лордом. Апелляционный комитет, собранный слушать важное дело, может насчитывать до девяти членов, включая старшего лорда и его заместителя, хотя апелляционные комитеты заседают в отдельных комитетских комнатах. Окончательное решение оглашается в зале заседания палаты лордов и от имени полной палаты. Дальнейшие апелляции не рассматриваются палатой лордов, если только дело не касается законов ЕС. В каковом случае апелляцию подают в суд европейских сообществ? Отдельная судебная функция, в которой может участвовать вся палата в попытке импечмента. Импечменты организуются палатой общин и рассматриваются палатой лордов. Признание требует большинства голосов. Импечменты давно не случаются. Последний был относительно Генри Дандас 1 Стоун Вискаунт Милвилл в 1806. Палата лордов раньше также была судом над пэрами, обвиненными в государственной измене. В таких случаях причидательствует не лорд-канцлер, а лорд Хай Стюарт, назначаемый специально для суда. Если парламент не был на сессии, то пэров судят судом лорд Хай Стюарт. Но это верно для светских лордов. Если обвиняемый пэр – духовный, то используется церковный суд. В 1948 году право пэров на отдельный суд было отменено. Акт о конституционной реформе 2005 года привел к созданию в 2009 году отдельного Верховного суда Великобритании, к которому передали судебные функции Палаты лордов, а также функции судебного комитета Тайного совета по вопросам деволюции. Также была реформирована должность лорда-канцлера, устранив ему возможность быть одновременно правительственным министром и судьей. Частично это мотивировано тем, что исторически сложившаяся связь с законодательной, исполнительной и судебной властью противоречит требованиям Европейской конвенции по правам человека, и вообще современной теории разделения ветвей власти отношения с правительством. В отличие от Палаты общин Палата лордов не контролирует срок премьер-министра или правительства. Только Нижняя Палата может принудить премьеры к отставке или вызвать выборы передавая вотум недоверия или вед-драйвинг-сапплай. Этим ограничивается слишком пристальное внимание к правительству. Большинство министров кабинета происходят из Палаты общин. В частности, все премьеры после 1902 были членами Нижней Палаты. Главные должности кабинета не были заполнены парами с 1982-мя, однако Палата лордов остается источником для младших министров.